Александр Левченко, исполняющий обязанности главы администрации Харциско, продолжает встречи с горожанами. В четверг, 29 октября, вопросы и пожелания градоначальнику задавали и высказывали жители микрорайона Металлургов. Встреча была организована в учебно-воспитательном комплексе «Интеллект», и актовый зал заполнили преимущественно учителя 25-й школы и воспитатели детского сада «Золушка». Впрочем, это обстоятельство ничуть не сузило тематические рамки дискуссии. Александр Левченко с готовностью отвечал на любые вопросы, пообещав при этом, что его слова не будут расходиться с делами. Все, что я не говорил, все я делал. Я прошел работать для людей, я это делаю. Поэтому вода появилась, а никуда не исчезнет, если только водопровод там не принесут на планету Луну. Понимаете? Только одно лишь одно условие – работать с жильцами, чтобы оплачивали вовремя потребленную воду. Мне пошли навстречу. Почему они это не сделали раньше? Оказалось, это все, оказывается, технически было возможно. Ну, наверное, потому что каждый человек индивидуальный. Я поехал и решил этот вопрос для вас. Навстречу были приглашены председатели ОСМД и кооперативных домов. Александр Левченко, не понаслышке зная о проблемах жилищных объединений, сравнил ОСМД с государством в государстве и попросил председателей ответственнее подходить к работе, в том числе и к работе с хроническими должниками. В большинстве случаев не платят те, кто не платил ни при какой системе. То есть этот анализ я уже провел. Когда мы организовали ОСМД, я взял выписку о задолженности по жилищно-коммунальным услугам. Вот там было, условно говоря, пять человек. Прошло энное количество времени. И кто у нас оказался самыми должниками? Те же самые. Вот понимаете? И самое интересное, они могли платить. Там один пенсионер только, одна бабушка там. И то она платила. У нее таких долгов не было, как у нас, лидеров там. Я говорю, я вам вручу олимпийские медали за первое место. Понимаете? Позор. Оплачивать коммунальные услуги необходимо, убеждал собравшихся городоначальник. Для предприятий эти услуги, оказывающих платежи населения, единственный источник дохода. А сегодня, как никогда, важно сохранить городскую инфраструктуру. Молодая республика сделала то, что не делала незалежно ненька, в кавычках. Она только нам все разрушила, а год назад добила все до конца. Это был контрольный выстрел уже. Разрушили нам много лет назад все. Я бы многим проводил пример. В Зогресе 13 детсадов. Осталось 3. 4 школы. Осталось 3. Самую новую под ноль. Вот как вот пол у вас, вот так сейчас там на том месте вот такой пейзаж. То есть нас били 23-24 года этой незалежности. Теперь добили. Теперь все по-другому. Поднимаемся с руин. Тяжело. Но даже делаем то, что не делалось в мирной жизни. Понимаете, в чем вопрос? Цены остались на коммунальные те же. Да, тяжело. Сейчас низкие зарплаты, пенсии. Но это же временное явление. Все это должны понимать. Замусоренные ливневки и дренажные колодцы, неосвещенные улицы и дворы, разбитые дороги и старые деревья, которые давно пора спилить. Харцизские черемушки, по мнению местных жителей, просто переполнены коммунальными проблемами. Участники встречи не обошли вниманием также галлопирующий рост цен, простой промышленных предприятий и замороженную задолженность по зарплате учителям и воспитателям за март и апрель. Александр Левченко обнадежил собравшихся. Долг будет погашен, предприятия заработают, с коммунальными проблемами удастся справиться, а на спекулянтов найдут управу.